...эротичны, это жёнов. И мы можем вспомнить Королёва, которому все обязаны тем, что мы первые полетели в космос, а ведь он работать начал в шарашке, так же, как и многие другие. Но я хочу вам сказать, что сегодня здесь присутствуют те девчоночки, те мальчишечки, которые были крошечными ребятами 5-6 лет, а то и 3-2 года. Которые попали в концлагеря. На предпоследней нашей с вами встрече я называла фамилию человека, с которым я имею честь и радость вместе работать. Это наш профессор Срепник. И он был мальчишкой 5-летним, когда попал в окружение, попал в концлагерь. Но фашистам показалось мало, что просто в концлагере. Ах, евреи! Ну вот евреев надо в этом гетто еще огородить специально проволокой и посылать их туда, и только там им место. И те, кто был за пределами этого узкого, огражденного специально фашистами, места, старались помочь им тем, что могут. То куском хлеба, то еще чем-то. И так сложилось, что дедушка решил, что надо спасать ребят. А в это время прошло известие, что будут сейчас выводить их куда неизвестно. И мама взяла этого замечательного Боречку маленького и пошла вместе с ним, так как выводили их с собаками окружая. Тут никуда не уйдешь. Подъезжала машина. И этот маленький Боречка, чего там мальчишки? Ему так захотелось прокатиться на машине, что он сказал, говорит, мама, пойдем, я хочу кататься на машине. Мама понимала, что что-то тут не то. И она каждый раз, когда уже подходила, немножко очередь ей забираться в машину, она хватала этого ребенка, прогибаясь, бежала в конец очереди. И так делалось три раза. А фашисты били ее прикладами по спине. И в результате мама не стала. Но остался он, остался дедушка. Дедушка умный, мудрый. Он вырыл землянку небольшую. И однажды, когда детишки играли, прошел слух, что сейчас фашисты придут, будут забирать. И он сказал, ребята, ложитесь. Сверху накрыл этих троих ребят какими-то тряпками, поставил стол, а сам забрался в шкаф. Вошли фашисты, никого нет, говорят, ну, значит, уже давно их сожгли или там камеры погибли они. И в это время дедушка, у которого была астма, кашлянул. Но тут же раздалась пулеметная очередь. Дедушки не стало. Но дети-то остались. И они стали пробираться к своим. И вот трое мальчишечек, которые, конечно, не знали, что такое тонко обращаться с проволокой, через которую идет ток, и схватилась детская ручонка за этот провод, и, конечно, потеряла тот же сознание. Но и среди фашистов были более-менее приличные люди. Разрезал вот эту проволоку, и мальчишка, придя в себя, побежали ребята из этого ужаса. Не выстрелил он им вдаль. И поэтому они живы сегодня. Сегодня здесь присутствует целый ряд вот этих замечательных детей, маленьких, лапочек, которые теперь взрослые, солидные люди, которые несут свою вообще миссию на этой земле. Спасибо вам. Низкий поклон, дорогие мои. Я вас очень прошу. Простаньте, пожалуйста, будьте так добрые. А мы аплодисменты. Давайте подаем этим замечательным девочкам и мальчикам, которым удалось выжить. Спасибо вам. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот мне хотелось бы именно вам, мои дорогие, и осужденные, незаслуженно, и тех, которые в детстве перенесли эти тяжелые утраты, родители, собственные унижения, которые видели, а это видели, ребята, как бросали маленьких детишек просто так, на землю, для того, чтобы они разбивались и покидали этот мир. Как брали из этих детей кровь всю-всю для того, чтобы сделать операцию своим ужасающим фашистам. Все было. И только благодаря вам, только благодаря всем, кто здесь присутствует, мы сегодня можем детей наших показать совсем в другом свете, совершенно в другом. Это вам спасибо за то, что они родились, за то, что они живы, за то, что они талантливые такие, хотят свой талант посвятить вам. Я приглашаю на сцену ансамбль скрипачей детских музыкальных школ имени Льва Аборина и Якова Флиера. Они исполняют призвание. Художественный руководитель Елена Игоревна тоже Льядова, но правда только по фамилии. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Шм�� АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА